Первый вопрос о трендах, которые будут актуальны в следующем году. Во что будут вкладывать инвесторы? Именно в Россию. Я думаю, что сейчас самый интересный тренд, это что происходит с мобильными, именно с приложениями, которые будут строиться именно на этих платформах. Я думаю, что когда я говорю про мобильные, я говорю тоже про тачстрине, как iPad. И вот эти таблеты. Кажется, если я не ошибаюсь, в Америке в этом году 35% населения будут ежедневно использовать эти таблеты. В России это дополнительно в следующем году. Поэтому я думаю, что следующие миллиардные компании, которые сейчас не существуют, они будут строиться на мобильных или на таблетках. А в России как база это очень большая возможность, потому что больше всего мобильных телефонов на каждого человека вообще по миру. И там интернет уже начинает восхищаться. Скажи, какими качествами должен обладать стартап для того, чтобы выполнить идею именно глобализации, то есть стать глобальным стартапом? Потому что ты сейчас видел, очень много было на конференции ребят, которые хорошо говорят на английском, у них есть понятные идеи, у них есть понятные команды, но им, наверное, чего-то не хватает. Две вещи. Первое – это понимать своего пользователя и потребителя. То есть, если ты хочешь построить глобальную компанию, нужно думать, как те люди, которые будут твоими клиентами или пользователями в тех странах, они думают. Поэтому нужно понимать, как американцы думают остроить продукт для них. Нужно думать, если хочешь потом выйти в Азию, и чего у них не хватает, потому что я думаю, что невозможно построить компанию именно для одного рынка и потом перейти без определенного знания и структуры, которое уже было освоено в самом начале. А второе – это иметь правильную команду, которая может строить продукты именно в этих рынках, но еще хочет. Скажи, вот у тебя есть удачные проекты в Америке, и когда ты начал «Островок», здесь было много ошибок. Ты можешь сам рассказать о своем неудачном эксперименте, который ты сделал, и ты точно знаешь, что ты бы такую ошибку не допустил. Приехал полтора года назад и понял примерно год и два месяца назад, что я буду заниматься второвым индустрией, потому что это самый быстрорастущий рынок, который мы считаем еще не занят именно в России. А в Америке, в Америке, например, 45% всех денег потрачено на интернете от этого рынка. И что у нас произошло, это мы приехали сюда без опыта именно этого рынка, и мы примерно 5 или 6 месяцев набирали правильную команду, которые имеют опыт. Мы нашли, не взяли в команду гендиректора «Бутинга» в России, который уже 20 лет строит отношения с отелями. Поэтому в конце следующего года у нас будет больше всех отелей напрямую подписанных в России. И второе, мы просто понимали, какой правильный продукт нужен именно для русских. Поэтому есть очень много ошибок, но мы не потеряли это время, потому что мы понимали, как помехать в пользу, какой продукт для них нужен и так далее. Но сам отельный продукт, который мы видим сейчас, мы начали строить реально полгода назад. Скажи, пожалуйста, если бы я называла тебя, то я бы называла тебя успешным предпринимателем или все-таки инвестором? Готов ли ты вкладывать деньги? Возможно, ты ищешь сейчас какие-то проекты? Вот расскажи о тех планах, которые у тебя есть. Как ты сейчас видишь русский рынок? Я 100% знаю, по крайней мере, как можно больше всего времени им уделять Астрахуд, потому что я считаю, что если посмотреть на самые большие интернет-компании, Facebook, Skype, PayPal, там основатели, 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 долго работают в фултайных проектах и не занимаются разными инвестициями. Поэтому я не еще не инвестициями, я всегда рад беседовать с людьми, которые пытаются покорить меня так же, как и я, но я страчу 100% все время на строительство. Поэтому если со мной работа, приходите к нам и работайте. Ну ладно, хорошо, спасибо тебе большое. Да, спасибо.